Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о тех выставках, которые можно посетить в ближайшее время, и о других актуальных культурных событиях Гомеля и Гомельской области. А также немного поговорим о том, как с пользой провести летнее время. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 25 градусов. Ветер с северного направления скоростью до 5 метров в секунду. Коллекционер из Гомеля Жанна Малышенко представила гомельчанам ретро-проект под названием «Олимпиада-80. Взгляд через 40 лет». Познакомиться с ним можно в картинной галереи Гаврила Ващенко. Гости галереи смогут вернуться в Москву 1980 года, окунуться в атмосферу летних Олимпийских игр. На выставке самые разные вещи, в которых хранятся отображения того знаменательного события. Также окунуться в 80-е поможет импровизированный уголок советской квартиры. В нем можно присесть в старое кресло, полистать журналы за 80-й год. А дети смогут поиграть в настольные спортивные игры СССР и попрощаться с Олимпийским Мишей. Во дворце Румянцевых и Паскевичей можно посетить выставку гигантских насекомых. Членистоногие – наши неизбежные соседи в любом уголке мира. Поэтому изучить их историю должно быть увлекательно. И сделать это можно, познакомившись с экспозицией «Гигантские насекомые». Хитиновые монстры палеозойской эры ждут вас в выставочном зале дворца. Вальс цветов. Выставка под таким названием открыта в Гомеле. На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы. А написаны они учащимися Гомельского государственного художественного колледжа. Стать посетителем выставки в Российском центре науки и культуры в Гомеле можно до 31 августа. Также в областном центре можно увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский много путешествует по миру. Он побывал уже в 48 странах мира. И многие из поездок – это организованные фототуры. Их результаты фотограф и представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Спешите увидеть! Жители и гости Гомеля могут познакомиться с творчеством еще одного фотографа. Автор выставки «Само совершенство» Олег Белоусов. Он посвятил экспозицию женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Познакомиться с работами фотомастера можно в Музее истории города Гомеля. Мастерица вышивки Валентина Игнатенко представила вниманию горожан вышитые копии полотен известных художников. Увидеть их можно до середины августа на выставке «Тепло души, передавая нитью» в библиотеке имени Ленина. В экспозиции копии полотен известных живописцев и сюжеты, навеянные фантазией вышивальщицы. В основе ее работ – мастерство и чувство цвета и тонкой композиции. Это уже было доказано на более чем 20 выставках в Беларуси и за ее пределами. Также гомельчане могут познакомиться с творчеством художника Михаила Прянишникова. Его живописные работы «Краевиды родного полесия» ждут гомельчан до начала августа в картинной галерее Ващенко. В этот раз автор показывает свои работы, созданные в период с середины 90-х до 2020 года. Выставка проведет зрителей по городам и селам и лугам Белорусского полесия, расскажет о бытии живущих там людей. Большинство полотен написано в лучших классических традициях реалистической живописи. В областном центре народного творчества открылась выставка под названием «Авторская керамика». Инициаторы проекта – гомельские керамисты, которые активно показывают свои работы в самых разных экспозициях. Семейная мастерская Яна Коновалова и Константина Шевцова представила новые серии скульптурных композиций и фарфоровую посуду. Александр Новгородский демонстрирует панно и уникальные музыкальные инструменты из глины. А Тамара Дмитриева и ее ученики знакомят гомельчан со своими керамическими изделиями. Это панно, бюсты, архитектурные композиции и разные малые формы. Центральная городская библиотека имени Герцена запустила новый онлайн-проект «Олесины сказки». Он познакомит гомельских ребят с лучшими белорусскими сказками, а читать их будет девушка по имени Олеся. Проект предлагает малышам с пользой провести время перед дневным сном, слушая белорусские сказки и наслаждаясь звучанием родного языка. Детей и их родители ждут онлайн на сайте учреждения и на ютуб-канале библиотеки в полдень по понедельникам, средам и пятницам. Не пропустите! Полезных правил «Мудрое собрание». Конкурс под таким названием проводит городской центр культуры Жлобина. Районное мероприятие определит лучших чтецов басен. Участникам понадобится подготовить чтение наизусть басни или театрализованную миниатюру. Также можно использовать слайды, видеоролики и музыкальный инструментальный фон. Подать заявки можно до 24 июля. Завтра в областном центре состоится фестиваль красок Color Fest. Красочное мероприятие пройдет в парке фестивальный. Всем тем, кто желает в этот день сделать свою жизнь чуточку ярче, обещают жаркие танцы под любимые всеми хиты. Самые разные интерактивы и залпы разноцветных красок. Поддерживать настроение гостям праздника будут диджеи и ведущие. Начало в 18.00. Вход свободный. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у экрана. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20 часов 25 минут. С понедельника частью нашей программы станет новая рубрика «Есть вопрос». В ближайших выпусках адвокаты и медиаторы расскажут о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака, о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг, о медиации для семейных споров, а также об определении места жительства детей и установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. Как провести летнее время с пользой? Своими идеями на этот счет мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически незатратных финансово видов времяпрепровождения. Я Влад. Сегодня от учебы времени занимаюсь воркаутом. Если коротко, воркаут – это самостоятельные уличные тренировки. Заниматься данным видом спорта я начал совсем недавно, а если бы точно, 3 месяца назад. Почему именно воркаут? Потому что это совершенно бесплатно, и можно заниматься в любое время. Практически в каждом дворе есть турники и брусья, однако даже в нашем городе есть специальные площадки для занятий данным видом спорта, такие как стадион школы номер 45 или центральный пляж. Также есть организации, занимающиеся данным видом спорта. Они проводят соревнования между ребятами. Для того, чтобы привести свою физическую форму в хорошее состояние, необходимо, не нужно тратить деньги, необходимо просто встать с дивана и пойти на турники. Новый день! С вами встречали «Утренний фреш» и я, Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение – солнечным. Новый день! Новый день! Новый день! Новый день! Новый день! Новый день! Продолжение следует...